Всем добрый вечер. Сегодня мы рассмотрим хитрости и трюки использования SQL DDL, которые, я надеюсь, вам будут полезны на практике и позволят избежать определенных ошибок. DDL расшифровывается как Data Definition Language, то есть это та часть SQL, которая отвечает за создание, изменение или удаление объектов. Меня зовут Николай Сицко, я являюсь разработчиком, стаж уже больше 15 лет, занимаюсь программированием на Delphi, Java, SQL. Так получилось, что в программирование я попал через вычислительную математику. Я реализовывал задачи по расчету тока на антеннах, это электродинамические задачи, и там получались у нас матричные уравнения, и где элементы матрицы рассчитывались с помощью интегралов. Это было то далекое время, когда еще люди боролись за каждый герц процессорного времени и каждый байт оперативной памяти. Потом я заинтересовался базами данных, работал с файл-серверными, если кто-то помнит, может, такие были, как TheBase, FoxPro, Paradox. Потом переключился на клиент серверной базы данных, работал с интербейсом, Firebird, MySQL, MMSSQL, ну и в последнее время чуть-чуть работал уже с Postgres и Oracle. Ближайшие 30 минут мы быстренько пробежимся по истории SQL. История — это всегда важно, потому что она позволяет нам понять, почему сложилась та или иная ситуация. Потом пройдемся по ряду объектов, наиболее важных, с моей точки зрения, DDL, и в конце я отвечу на ваши вопросы. Ну, постараюсь, по крайней мере. Зачастую у меня возникают ощущения, как у этого героя фильма «День сюрка». Такое ощущение, что когда берешься за задачи, их реализуешь, сначала у тебя первое ощущение, что ты делаешь все правильно, и другого иного решения не может быть. Потом, по истечению времени, когда снова и снова встречается такая задача, ты начинаешь думать, а может быть, что ты делал неправильно. И пытаешься углубить свои знания. А что неправильно, в каких ситуациях. И как-то я подметил, что я совершал много ошибок, потом их исправлял, потом все углублял, а потом начал замечать, что не только я совершаю эти ошибки. И получается, что эти ошибки, на самом деле, они характерны для многих бэкэнд-разработчиков. И поэтому возникла идея подготовить доклад, в котором рассмотрели бы всевозможные ситуации, как правильно или как неправильно использовать, и для того, чтобы можно было избежать ошибок в будущем. Скажите, пожалуйста, у кого-нибудь есть на проекте хотя бы один из указанных налогосерверов? Поднимите руку. О, лес рук. А если у вас два, не опускайте, поднимите вторую. А если у вас три используются? Да. Ну что ж, все, кто подняли руки, я вас поздравляю. В ближайшие, наверное, лет 15-20 ваши знания будут востребованы, потому что это топ серверов. И если мы зайдем, например, на сайт DB Engines и посмотрим, то они плотно купировали, причем уже не один год, рейтинг по востребованности и упоминанию, и вообще использованию в реальной жизни. Так в чем же такая популярность, и почему революционные базы данных и SQL до сих пор доминируют? Ну, давайте быстро пробежимся по истории. Базы данных, на самом деле, они уже насчитывают не одно десятилетие существования. И зародились теории для реализационных баз данных, она зародилась еще в 70-х годах. То есть была хорошая проработка по теории, потом реализация. И так получилось, что и базы данных революционные, и SQL, они шли бок о бок. И несмотря на то, что в 2000-х годах там появилось движение, и многие менеджеры говорили, что все, будет у нас новый SQL, а SQL это позавчерашний век, можете выкинуть, забыть. Но уже 2019 год, и до сих пор это востребовано. Поэтому мой совет, не останавливайте, углубляйте свои знания в SQL, оно вам еще пригодится, лет 15 минимум. А в чем же вообще такая популярность, и почему SQL до сих пор жив? Уже многие фирмы исчезли, многие даже языки программирования, а SQL до сих пор жив. Ну, с моей точки зрения, наверное, успех заключается в трех вещах. Первое, это то, что это стандартизированное было решение. То есть первый стандарт появился в 86-м году, потом периодически он обновлялся, дополнялся, и последняя версия, по-моему, если мне память не изменяет, в 2016-м году вышла. Что означает появление новых стандартов? Означает, что язык SQL, он не остановился, он дальше оптимизируется, дополняются какие-то новые конструкции, которые позволяют решать текущие практические задачи. Второй момент, который складывает успех, наверное, на SQL, это то, что он носит декларативный характер. Декларативное, это всегда легко воспринимать. То есть мы не говорим, как нам что-то получить, мы говорим, что нам нужно. Ну и, естественно, что были конкретные реализации, были поддержаны такими вендорами, как в первую очередь IBM, ну, Oracle, конечно же, и позже MS SQL, и другие вендоры, которые уже не существуют. Дата-дефинишн лэнгвичи. Это та часть SQL, которая отвечает нам за создание объектов. Объектов, базы данных, из которых у нас складывается сама структура. То есть это кирпичики, которые организуют нам нечто единое целое. Почему ID очень важно использовать? Ну, как вот герой мультика «Дядя Федор» не мог получить посылку, потому что почтальон Печкин от него требовал документ. Документ для чего документ? Для того, чтобы он мог удостовериться, что это дядя Федор самый настоящий. То есть он требовал его ID. ID важно в нашей реальной жизни, естественно, не важно и в базе данных, потому что в базе данных хранятся те или иные элементы нашей реальной жизни. И нам всегда нужно идентифицировать строки, идентифицировать какую-то информацию. Сколько же существует способов и возможностей генерировать новое, некое уникальное значение? Ну, я выделил пять. Пять принципиально различных способов, как это можно делать в базе данных. Первый способ – это с помощью UUID. Ну, что такое UUID? UUID – это 16-байтное случайное число. Оно очень хорошо его можно использовать. По каким причинам? Потому что мы можем генерировать как на стороне SQL-сервера, так и на стороне backend-сервера. Тем самым мы можем фактически в автономном режиме обеспечить работу backend-сервера и потом эти все данные объединять. И вероятность того, что будет сгенерировано одно и то же значение UUID, она очень малая, если там память не изменяет, что это 2 в степени 50. Единица, деленная на 2 в степени 50. То есть практически вероятность нулевая. А в чем же минусы? Ну, во-первых, это занимает 16-байт, что не так мало на самом деле. И при большом объеме информации это существенно. Второй момент. Не очень-то легко и запоминать нам 16-байт. Ну, я не знаю, может, кому-то легко, но мне очень тяжело. И когда 1, 2, 3 записи, то эта информация очень тяжело воспринимается. У меня сейчас есть проект, в котором решили отказаться от интежеров и используют в качестве уникальных ключей только UUID. И вам скажу, очень тяжело. Приходится постоянно на бумажке выписывать и потом попытаться сверять, правильно ли происходит обновление или модификация базы данных. И еще один есть недостаток. Это то, что на самом деле эти значения у нас в принципе не могут быть отсортированы. То есть мы не можем, скажем, отследить их порядок появления. Ну, для этого, конечно, могут быть другие поля. Например, дата вставки, поле вставки, поле, связанное с датой обновления. Как же выглядит в коде? Ну, в коде все очень предельно просто. Например, MS SQL поддерживает даже такой тип. И при вставке мы просто вызываем нужную функцию. Ряд серверов, которые не поддерживают тип UUID, в них можно использовать замену. То есть использовать варчар или использовать, например, бинарные данные. Второй способ. Ну, вообще популярность в основном пользуется использование числа. Число это всегда хорошо, потому что у него нету кодировки. И оно везде всегда одинаковое. 1, 2, 3 и пошли последовательности. Мне сталкивался такой пример, когда создают таблицу генераторов. То есть на самом деле это табличка с как минимум двумя полями. Это название счетчика и его значение. И потом при генерации считывают значения, прибавляют единичку и записывают обновленное значение в таблицу генераторов. Но данное решение является плохим. Плохим особенно для нагруженных приложений и особенно для многопользовательского режима и для конкурентной среды. Почему? Потому что нам придется все время блокировать табличку генераторов. Потому что она же будет жить у нас в транзакции. И если мы не будем ее блокировать, пессимистически блокировать, то мы получим коллизию по нашим генераторам. И естественно, а любой лог на таблицу, это естественно замедляет работу. Третий способ это с помощью max plus 1. Это очень любят делать, особенно на MySQL и особенно с движком MySum. То есть мы просто выбираем максимальное значение ID, прибавляем единичку и записываем. Это решение тоже не является хорошим. Почему? Потому что если до этого мы блокировали табличку генераторов, то сейчас мы должны делать лог на саму бизнес-таблицу полезную. Естественно, те же самые недостатки, что и в предыдущем случае, только это уже относится к основной табличке. Но для новичков это всегда очень легко, просто, быстро и понятно. Следующий способ это с помощью, ну это вот пример, как это используют. То есть мы сначала выбираем с блокировкой, с локом, а потом сделаем, например, insert. Следующий способ с помощью автоинкрементов или identity. Способ достаточно хороший, простой. То есть мы объявляем какую-то колонку, например, прайма реки, добавляем, что она будет являться инкрементом или автоинкрементом, или identity. Но есть несколько нюансов. На самом деле на поля, которые объявлены как автоинкременты и identity, будут налагаться ряд ограничений, с которыми вы можете потом столкнуться. Ну, одно из самых неприятных, это то, что вы не можете получить заранее значение ID до вставки. Второй момент, это то, что, например, для создания вычисляемых столбцов в MySQL вы не можете использовать колонку, которая объявлена как автоинкремент. Поэтому прежде чем использовать, да, если какие-то небольшие проекты, или вы четко понимаете, какие потом могут принести вас ограничения, то, конечно, это довольно-таки хороший вариант. Он будет работать быстро, он будет всегда гарантировать уникальное значение. Используется тоже достаточно просто. Здесь мы задаем в табличке, и потом в insert даже не вспоминаем, что у нас есть ID. Но самый лучший вариант, с моей точки зрения, я думаю, что все с этим согласятся, это использование секвенсов в последовательности. То есть что такое последовательность? Последовательность, это, по сути, у нас идет счетчик, отдельный выделенный счетчик. Это отдельный объект, который живет в базе данных. И у этого счетчика есть один большой плюс. Он живет вне транзакции. Это означает, что любой роллбэк, любой комет на него никак не влияет. То есть он будет постоянно у нас инкрементироваться. И тем самым у нас будет всегда гарантированно получено уникальное значение. Но минусов я, собственно говоря, не увидел в его использовании. Как это выглядит? То есть мы его объявляем просто объект sequence. Да, кстати, его начал поддерживать даже, по-моему, последняя версия MariaDB. Но MySQL его не поддерживает. Все остальные из-за связи сных мастодонтов поддерживают. И с помощью специального выражения NextValueFor, это стандартизированное решение. В принципе, в зависимости от реализации SQL Server, у них есть, например, свои функции, которые позволяют инкрементировать данный счетчик. У нас получается фактически два объекта. Отдельный счетчик и отдельная таблица. И мы можем их использовать независимо друг от друга. И счетчик всегда нам обеспечивает уникальное значение. Какой еще большой плюс у sequence заключается в том, что мы можем получить это значение перед вставкой. То есть мы его можем генерировать как на стороне SQL Server, так и на стороне backend сервера. Таким образом, подведем кратенький итог. Если вы собираетесь использовать и создавать ID, то используйте sequence, autoincrement или UUID. Но ни в коем случае не используйте табличку генераторов или maxID. А если у вас на проекте такое встречается, то старайтесь от этого уходить. Домены. На картинке изображено одно из самых некрасивых зданий у нас на планете. Оно какое-то внутреннее отторжение вызывает. А с чем это связано? Наверное, связано, что оно какое-то хаотичное, нетипичное, нетипизированное. То есть там каждый этаж, каждая квартира как-то нелогично. То же самое касается и базы данных. Для того, чтобы ваша база данных выглядела красиво, старайтесь как-то попытаться ее типизировать. Домен – это по сути тип. Ну, это термин, который используется в SQL стандарте. Самый простой пример. Например, у вас есть такой атрибут, как улица. Улица. И этот атрибут он используется в разных таблицах. Например, там home табличка, есть табличка office. Справочник специальный заводить вам не надо, потому что вам не нужно собирать улицы со всего мира. Но в то же время вы понимаете, что там и там должны как-то быть одинаково выглядеть улицы. Соответственно, необходимо объявить просто-напросто такой тип. Например, объявим домен street и предположим, что у нас наименование улицы не должно превышать как ворчар 64. И, соответственно, потом, когда вы создаете таблички, просто указываете этот домен. Таким образом, ваши разработчики и разработчики не будут думать, а какой мне там ставить ворчар для этой таблички, для той таблички. И это будет фактически централизованное управление, потому что потом у вас возникнет идея. А давайте мы наложим какие-то ограничения, что, например, улица может состоять только из символов, алфавита и чисел. Соответственно, вам нужно просто модифицировать домен. Не надо будет прибегаться по каждой табличке. Колонки. Колонки – это основа фактически таблиц. И если делать какой-то параллель с архитектурой, кстати, очень много программирования связано с архитектурой, со строительством, то колонна – это то, что образует здание, то, что будет держать крышу, и является основой здания. Особенно в древние времена. Так вот нужно, чтобы эти колонки не всегда выглядели органично и действительно образовывали единое целое. И возникает задача, связанная с тем, что у нас есть, например, фамилия и есть имя. И часто мы, когда пишем селекты, мы выбираем колонки с таблицы и плюс еще выполняем какие-то операции над этими колонками. Контыкацию строк, какое-то там умножение, деление, вычисление. И всегда записываем вот в таком виде. То есть селект и что-то там пошло. На первый взгляд, ничего криминального нету и все хорошо выглядит. Однако есть скрытая проблема. И она заключается в том, что такая форма будет способствовать дублированию кода. Потому что у вас в одном месте нужно написать селект, надо написать в втором, в третьем, в четвертом, в пятом. И что делают? Ну, в большинстве случаев копипаст делают. А потом возникает задача. Например, нам надо добавить мистер или миссис впереди. И потом начинаем везде искать по коду, менять. Или пишем свои конструкторы, которые каких-то частей выражения собирают нам в общий селект. У меня был проект, на котором фактически разработчики писали и вписывали всегда вот в том месте, где вызывается запрос, вот там прямо строкой вписывали селект. И не представляете, насколько тяжело было вот эти все конструкции потом исправлять, выправлять. Ну, первое, это просто уменьшить количество повторных вызовов селекта. А второе, это просто попытаться как-то оптимизировать и вот эти все лишние вещи поубирать. Как же с этим бороться? Ну, самый простой способ – это создать вью. То есть мы создаем вьюшку, в которой вот эта операция выполняется. Все хорошо выглядит, за исключением одного момента, что таких операций могут быть много и могут быть различные. И может приводиться к тому, что одна вьюшка будет вызывать вторую вьюшку. Или наоборот, в одну вьюшку мы пытаемся очень много каких-то дополнительных операций записать. А они, может быть, не все нужны. То есть здесь мы фактически создаем новый объект. Как же можно этого избежать? Ну, выглядит, соответственно, объявление вьюшки таким образом. А избежать это можно с помощью использования generated колонок. Сгенерированных колонок или рассчитанных, или computed, или calculated. Это все синонимы. Смысл в чем заключается? Мы можем объявить колонку, которая собой представляет вычисление на базе уже каких-то существующих колонок. И когда мы вызываем select, мы просто-напросто вызываем вот эту нашу колонку, несуществующую. Существуют, на самом деле, две разновидности таких колонок. Есть virtual и есть storage. Ну, это в терминологии MySQL. Что это означает? Когда мы говорим про virtual, это означает, что эта колонка не хранит… Информация об этой колонке не хранится на диске. То есть она формируется, выполняется только в момент select. То есть на диске не занимает места. Оптимизирована получается операция insert и delete, потому что они несут никакой нагрузки. Но в момент select это происходит вычисление. И есть еще storage. Это означает, что данная колонка хранится на диске, то есть информация по данной колонке хранится на диске. И операции, например, select, они будут действовать моментально, но некоторое будет замедление на insert и delete. На мой взгляд, это очень красивое решение, потому что у нас операции с колонками хранятся максимально близко к самой таблице. И практически ничего не стоит. То есть это работает быстро, и это позволяет нам уменьшить дупликацию SQL кода. Ну, кратенько итог подведем. То есть каким образом мы можем избежать каких-то лишних операций? С помощью генерируемых колонок. Это самый лучший способ. Если по ситуации подходит использование вьюм. И самая простая операция, все-таки рекомендую избегать использования на бэкэнде. То есть не надо там по 100 раз дергать стрим API для того, чтобы вам получить объединенную фамилию. И, конечно же, ни в коем случае не рекомендую писать вот эти селекты огромные на бэкэнде, где в каждом селекте у вас идет какой-то там расчет значений через кейсы, или умножение, или контактация строк. Все это выносится спокойно на сервер. Ограничения, констрейнты. На самом деле существует 4 вида констрейнтов. Это праймерики, форанки, чекс и юник. Но про последних два, как правило, забывают. В основном помнят про праймерики и форанки. Вообще зачем нужны констрейнты в базе данных? Это последняя защита, последний рубеж, бизнес-правил от того, чтобы сохранить некорректные данные. То есть то, что нас защищает и обеспечивает консистентность данных. Откуда данные рождаются? То есть если мы рассматриваем типовое MVC-приложение, то есть есть у нас фронт, вот здесь есть end-user, он вносит какую-то информацию, эта информация валидируется у нас сразу же на фронте. Если что-то не так, мы сразу же сообщаем, вы неправильно ввели там фамилию, имя или адрес, пожалуйста, введите. Этот этап валидации у нас проходит, попадает на бэк. Дальше у нас в бэке включается проверка всевозможных бизнес-правил, правильно ли введена информация, не противоречит. И после этого мы отправляем базу данных. И забываем, что на самом деле в базе данных мы тоже можем сделать еще дополнительную валидацию. То есть проверка – это последний наш рубеж от того, чтобы некорректная информация, некорректные данные попали в базу данных. Это вовсе не значит, что я призываю вас всю логику переместить в бэк-энд. Нет, это просто говорит о том, что не надо про это забывать, и если это необходимо, надо это реализовывать. Ну, посмотрим, пойдем по порядку. Управим реки. Типовой синтаксис, который мы пишем при создании табличек. Есть ли здесь какие-то проблемы? Ну, проблем на самом деле нет. Есть нюансы, которые могут потом у вас всплыть. А в чем нюансы заключаются? Нюанс заключается в том, что мы не указываем название констрейнта. Потому, когда будем работать с метаданными, мы будем видеть название констрейнтов, которые генерируют базу данных с ОБД. И не всегда приятно и понятно вообще, к чему они относятся. Если мы знаем заранее имена, нам намного легче работать, управлять метаданными нашей базы данных. Каким образом это сделать? Да просто-напросто надо дописать два слова. То есть констрейнт и название. Я считаю, что никогда не надо лениться и всегда дописывается название констрейнта. Потом пригодится, оно не пригодится, это время покажет, но точно оно не будет лишним. И всегда поможет потом вам сэкономить время и силы. Foreign key. Ну, когда мы добавляем связи между двумя табличками, как правило, мы пишем alter table, добавить. Там указали одну колонку, указали вторую колонку. Как вы думаете, есть ли здесь какие-то проблемы скрытые или какие-то нюансы? Есть. Они заключаются в том, что здесь мы не указываем экшены. Если мы не указываем экшены, это не значит, что их там нет. Они там есть. Просто с ОБД подставляет экшены по умолчанию. Экшены на события on update и on delete. Как правильно записывать? Правильно записывать всегда их явно указывая. Почему? Ну, потому что на самом деле существует четыре вида экшенов. Это ничего не делать. Это каскадирование. И это установка в set null и set default. Зачем использовать нам вот такое явное указание? Ну, во-первых, мы тогда лучше будем понимать, как у нас идут взаимосвязи между родительской и дочерней табличкой. А во-вторых, например, использование каскадированного удаления у нас будет намного быстрее отрабатывать, чем через URM. Потому что через URM у нас начинает плодиться куча стейтментов, связанных с делитом через по айдишкам. Таким образом, это будет намного эффективнее работать, особенно при соотношении между дочерними и родительскими таблицами. И обеспечивать консистентность. Да, мне попадалось на одном проекте, когда у нас не было ни одного форенки. То есть у нас было порядка 50 табличек, ни одного форенки. И не было документации. Это было тяжело, больно. А еще у нас в этой базе не было красивых имен. То есть кто во что гораздо так именовал. И было очень тяжело и сложно вообще понимать, что с чем связано. То есть форенки вам еще дают ключик по тому, как таблицы, как информация с друг с другом связана. Чеки. Чеки очень хороши в том плане, что они позволяют нам наложить дополнительные ограничения. Дополнительные ограничения. Ограничения это всегда хорошо. Потому что у нас тогда данные будут соответствовать каким-то нашим бизнес-правилам. И у нас не будет твориться хаос в данных. Но у них есть тоже минусы. Минусы заключаются в том, что чем больше мы начинаем создавать чеков, то тем самым мы будем замедлять такие операции, как, например, insert или update. Потому что СУБД будет каждый раз проверять на соответствие данному чеку значений полей. Но, тем не менее, какие-то простые или очевидные правила, я считаю, что их нужно все-таки записывать и создавать чеки, потому что они вас защитят. Потому что выбирая между скоростью или консистентностью, иногда, может быть, следует выбрать консистентность. Потому что потом расхлебывать некорректные данные только потому, что фронт где-то прозевал и бэк прозевал. А СУБД с этим всем согласилась, ну, тоже будет не очень приятно. Unique. Unique, к сожалению, про этот консистент забывают, но очень-очень классный. Он позволяет нам всегда обеспечивать уникальность значений той или иной колонки внутри таблицы. То есть, например, в таблице мы хотим хранить логины пользователей. И мы хотим, чтобы логины не повторялись. Просто-напросто мы создаем констрейнт Unique на колоночку вот этих логинов. И мы уверены уже, каким способом, через бэк или напрямую через какой-нибудь там SQL Management Studio, мы не внесем некорректные данные. Но, опять же, любой констрейнт, это может влечь замедление. Таким образом, подразумеваемо, если вы создаете и работаете над базой данных, всегда используйте Primary Key и 4N Key. Чеки Unique, в них не стремитесь заложить все бизнес-правила, закладывайте те бизнес-правила, которые наиболее стабильны и наименее изменяемы. То есть, которые не поменяются, там, с словом говоря, через год, через два, и вы в этом абсолютно уверены. Триггеры. Триггеры в переводе означают, там, защелка, спусковой крючок. Ну, если мы наберем в поисковике, у нас там везде пистолетики будут нарисованы. Что же это означает в базе данных? В базе данных это просто хранимая процедура, которая вызывается при наступлении какого-то события. Причем, когда мы говорим про триггеры, мы всегда вспоминаем, что у нас какие могут быть события. Это вставка записи в табличку, удаление, обновление каких-то записей. Мы помним про DML-триггеры. На самом деле, нужно знать и не забывать, что существуют еще и DDL-триггеры, и триггеры, относящиеся к базе данных. Вообще, триггеры – это довольно-таки сильное средство и мощный очень инструмент, но всегда нужно у себя в голове категоризировать, для чего они нужны и на какие категории их можно пытаться разделить. То есть, в первую очередь, если мы говорим про DML-триггеры, то на какие объекты, каким объектом он может относиться. Все помнят, например, про то, что мы можем вешать триггеры на табличке, но мы можем вешать триггеры, например, и на view. События. То есть, на какие события он реагирует. Do, insert, delete, update. Как часто повторяется, то есть, там, для каждой записи или в начале стейтмента. Когда происходит событийность. И доступ к значениям всегда, old, new. Не встречал, что перегибают палку, пытаются в триггеры затолкать всю бизнес-логику. Это, к сожалению, усложняет задачи. Практика показывает, что триггеры, скорее всего, интереснее использовать в качестве сбора какой-то статистики, логирования или с точки зрения секьюрности. Если реализовать бизнес-логику, то эта бизнес-логика, скорее всего, должна быть очень небольшая и маленькая, и очень-очень стабильная. Например, вот на одном из проектах, как сделали, запустили скрипт, который автоматом пробегал по методам, определял бизнес-таблички, и для каждой бизнес-таблички создавал триггер, который умел сохранять старое и новое значение в специальную табличку логов. Это очень было удобно для того, чтобы, если вдруг происходит случайный или умышленный некорректный ввод информации, то по этой табличке логов можно было бы, например, отследить, кто и когда, и что на что поменял. Ну и также еще используют для статистики, особенно если это очень тяжелая статистика, и есть специальные, например, таблицы, в которых мы храним, то по выполнению триггера мы можем туда записывать какую-то инкрементную информацию по статистике. Ну, минус какой-то, естественно, что любые дополнительные действия, они всегда замедляют нам операции вставки или обновления. И, конечно же, сильные тормоза дадут нам, если мы делаем какие-то баллы операции, то есть если мы делаем огромное количество инсертов или апдейтов. Но для этих случаев, если вы уверены в данных, их можно просто деактивировать, потом активировать. Про DDL и датабейс-триггеры. Они больше носят такой служебный характер, но есть интересные моменты, когда их можно было бы реализовать. Например, если у нас есть сложная логика секьюрности. То есть, например, к нам пользователь какой-то не может коннектиться в ночное или вечернее время. То на самом деле мы можем повесить на объект датабейс, на событие коннект, проверку через, например, хранимую процедуру этого правила секьюрности, и потом через автономную транзакцию внести в лог информацию, и потом вызвать, например, эксепшн. Тем самым мы можем запротоколировать попытку, но в то же время разорвем коннект. Хотя в других ситуациях, например, этот же пользователь может получить доступ. Также с точки зрения секьюрности хорошо используется, например, если мы хотим запретить каким-то пользователям менять или модифицировать структуру базы, то мы можем, конечно же, повесить триггеры на DDL, которые будут генерировать эксепшены при попытке изменить структуру таблички или колонна. Таким образом, подразумеваю, не надо бояться использовать триггеры, но нужно понимать, что это очень мощный инструмент и для чего он нужен. То есть DML триггеры в основном лучше всего использовать для реализации коротких каких-то очень понятной бизнес-логики, а DDL и датабейс-триггеры, они больше служат для каких-то вещей, связанных с секьюрностью. Ну, собственно говоря, доклад уже подходит к концу. Мы быстро еще пробежимся, значит, и то, что касается ID. Пожалуйста, всегда используйте сиквенсы и никогда не прогадаете. Автоинкременты и ее ID — это на ваше усмотрение. Старайтесь всегда создавать, используя типы в базе данных. Это позволит вам получить органичную структуру ваших же табличек и более централизованно управлять. Используйте генерируемые колонки для того, чтобы вынести какую-то легкую функциональность по объединению, контактации, каким-то лишним манипуляциям на сторону сервера. Не забывайте про констрейнты и, пожалуйста, всегда используйте праймерики и форенки. Они вам помогут лучше помнить о том, как у вас работает внутри базы данных. Ну и триггер — это мощный инструмент, который в основном хорошо используется для логирования, очень простых бизнес-правил, ну и для секьюрности. И еще к чему. Сейчас понятно, что все пишут через ОРМки. ОРМка генерирует нам SQL-статемент, и мы почти не касаемся SQL-а. Но в какой-то момент у нас может падать либо производительность, либо происходить какие-то непонятные с нашей точки зрения вещи. Поэтому всегда призываю, думайте всегда на низком уровне, пишите уже на высоком уровне. Это все для чего? Для того, чтобы у вас не получилась ситуация, что телега едет впереди лошади. Все, спасибо за внимание. Спасибо, Николай. Я знаю, есть вопросы. И ох, вопросы есть. Иду, бегу к вам. Второй. Да, здравствуйте. У меня сейчас классический кейс, новый проект, выбор базы данных. Вы такой эксперт, но похоже, вы любите больше SQL, чем SQL, как мне показалось. Ну, как хостинг для меня, очевидно, это Amazon. И вот у меня в голове я разрываюсь между DynamoDB и Postgres. Вот интересно услышать ваше мнение, что вы по этому поводу думаете, что бы вы выбрали. Или вы скажете, что это очень сильно зависит от проекта, от того, какие мы хотим делать селекты. Наверное, это вы ответите. Ну, DynamoDB, например, как я понимаю, дороже стоит, чем Postgres, но NoSQL работает вроде быстрее, но больше места занимает. Вот что бы вы еще, может, добавили бы. Да, спасибо за вопрос. На самом деле, прежде чем что-то выбирать, нужно задать вопрос, зачем и для чего. То есть, зачем, для чего, и исходя из этих вещей, у вас будет вырисовываться ответ. Может, вам вообще облака не нужно, может, достаточно там... Ну как, нужно, чтобы scalability... Ну, Raspberry Pi, конечно, для начала хватит, но... Ну, если у вас, да, сразу пойдут нагрузки, high load, то да. Ну, сразу нет, но нужно уж, ну, чуть-чуть предвидеть, что... Ну, они предвидятся вообще, они должны быть... Да, вы правильно заметили. У NoSQL есть очень хороший момент. Это то, что они очень легко... Вообще, почему они появились? Там очень легко модифицировать структуру. Мы у него не завязаны так сильно на консистентность, потому что с классическими SQL-ными базами данных у вас всегда будет тяжело делать рефакторинг. То есть, вы что-то сделали, у вас накопились данные, и вы потом хотите поменять. И это, оказывается, не очень легко так сделать. В NoSQL это достаточно легко. Раз. Во-вторых, в NoSQL можно добиться какой-то более быстрой отдачи данных за счет того, что не проверяется... То есть, у них работает фактически теорема BaseCup вместо Asida. Но здесь тяжело сказать. То есть, это как вот... Что вкуснее? Курица или индейка? То есть, ну... Выбирайте то, что вы знаете лучше. Если вы знаете лучше Postgres, выбирайте Postgres. Но Postgres действительно это очень мощный, с большими возможностями SQL-сервера. Я думаю, что для многих проектов он как это... Пушкой по воробьям стрелять. Может, даже и Postgres не нужен. Можно взять что-то даже типа проще, например, там и более шустрое, например, FireBird. Супер. Следующий вопрос. Я понял. То есть, надо взвесить все за и против и выбрать Postgres, да? Окей. Можно на секунду? Спасибо за доклад. Было интересно. У меня вопрос такой по поводу как связаны триггеры и security. Я что-то не совсем понял. То есть, там была такая фраза, что мы проверяем пользователя. Если он может, то разрешаем. Если не может, то exception. То есть, для этого же другие инструменты есть. Я просто рассказал один из возможных кейсов использования. То есть, мы, например, используем триггер на onConnect. На объект database onConnect. Просто почему триггер? Ну, то есть, как-то мне странно... Зачем триггер здесь? Это же просто по дефолту идет с каждой СУБД. То есть, есть юзер, есть привилегии, там доступ и так далее. Как триггер тут? Ну, это такой просто немножечный пример. Я понял, я понял. Смотрите, дело в том, что да, конечно, внутри самой СУБД есть пользователи, есть роли. То есть, секьюрность мы можем обеспечить через них. Второй момент. Мы можем секьюрность обеспечивать через backend сервер. То есть, backend вообще может под одним только логином коннектиться, а специальные таблички мы храним своих юзеров и обеспечивают. Но бывают ситуации, когда, например, кому-то нужен прямой доступ, то есть, не через backend сервер. То есть, простые пользователи через backend работают, какие-то специальные сервисы вообще через выделенных пользователей. Просто это один из примеров кейсов, как можно использовать. То есть, у нас есть триггер, который будет срабатывать, то есть, это хранимая процедура, которая будет срабатывать на коннект пользователя. То есть, в тот момент, когда будет проверяться имя пользователя и пароль, устанавливается соединение между каким-то сервисом и вашим СУБД, у вас будет стартовать этот триггер. И один из примеров, как использовать можно, мы можем проверять какие-то очень хитрые, замысловатые условия секьюрности. Ну, один из примеров, когда пользователь, например, имеет право доступа с 9 утра до 18.00. А, я понял. Это как бы кастомная секьюрити, просто на уровне базы данных. Да, это можно реализовать с помощью триггера на стороне сервера. И в этот момент вы просто-напросто проверяете, если вашим условиям секьюрности он соответствует, то дальше все окей. Если нет, вызываем exception. Как только вызывается exception в триггере на on-connect, у вас произойдет разрыв соединения. Но очень важно иногда бывает, чтобы запротоколировать это сообщение. В этом случае используется такой элемент, как автономная транзакция. Автономная транзакция нам внутри триггера. Потому что, если мы просто попытаемся сохранить информацию, после exception у нас произойдет rollback, информация не сохранится. А если внутри автономной транзакции мы сохраняем информацию в какой-то табличке, то она у нас сохранится. Независимо от того, будет rollback или койминг. Спасибо. Понятно. А еще такой вопрос. Доводилось ли вам строить data warehouse на регуляционных базах данных и насколько это вообще имеет смысл сейчас? Доводилось ли вам строить data warehouse на регуляционных базах данных и насколько это... Спасибо. У меня еще такой вопрос. Мы говорили о выборе типа для private key. То есть в основном идет как? Выбор брать между autoincremented int и часто you eat. Счастую в этой ситуации еще могут вспоминать третий альтернативный вариант, когда мы для таблицы используем два private key. И autoincremented int и you eat. Соответственно, тот, который, допустим, int мы всегда используем для связей, для foreign key, а you eat всегда отдаем клиенту. Тем самым мы, соответственно, избавляемся от этих болячек, которые у нас имеют, грубо говоря, целочисленный айдишник, от того, что у нас нельзя бродфорсом перебирать, допустим, какие-то объекты в базе, нельзя понимать о количестве вообще в принципе объектов в базе, но при этом у нас на каких-то больших объемах базов данных из-за того, что вот эти промежуточные таблицы для связи, скажем, многие ко многим используют только именно private key, которые integer, то есть оно, соответственно, у нас размер базы данных может быть существенно меньше. Приходилось ли вам использовать такой комбинированный solution и какие подводные камни вы, возможно, здесь видите? Спасибо. Да, хороший вопрос. Надо подумать. Нет, мне не приходилось такого использовать, потому что, ну, с моей точки зрения тут какая-то на первый взгляд избыточность, потому что либо у нас где-то счетчик идет, который как там integer, big integer, с другой стороны UID, если мы их вместе объединяем, то какое-то преимущество. Ну, я с удовольствием с вами обсужу это в кулуарах, расскажите, может быть, потом добавлю, попробую. Спасибо. вопрос по ключам. Я правильно понял, что у всех таблиц лучше, чтобы был все-таки праймерики, или все-таки есть какие-то исключения, когда можно без него обойтись? Ну, всегда есть правила, из которых есть исключения. В 99% случаев, конечно, лучше, чтобы он всегда был. Почему? Потому что праймерики вам обеспечивает что уникальность строки. соответственно, это требование вам не нужно, или оно не является критичным, то, конечно, оно не имеет смысла. Простой пример новой SQL, там, колонная база, где кей-вэлю, кей-вэлю, кей-вэлю пошли. И там они могут дублироваться, и как бы... Дублировать, наоборот, звучит, как кей-то все-таки уникальные вещи. Что-что? Ну, наоборот, все-таки звучит, в примере с кей-вэлю звучит, как кей-то все-таки уникальные вещи. У меня, на самом деле, вопрос такой довольно из практики. Следующий, мне однажды попросили, сказали, у тебя офигенная таблица, но добавь, пожалуйста, автоинфермент ключ, потому что наш статичный анализатор reported warning на это дело. Окей, эта колонка никак не будет использоваться, но вот нам нужно warning погасить. Вот мне с тех времен интересно, это вообще имело какой-то смысл или это такой костыль очередной? Ну, добавлять что-то только потому, что какой-то там статический анализатор что-то выдал, ну, мне кажется, наверное, не имеет смысла. казалось. Оно должно исходиться из реальных потребностей, а не потому, что какой-то там проверщик кода или какой-то ревьюер сказал добавь. Всегда есть вопрос о зачем и почему. Спасибо, буду на тебя ссылаться в следующий раз, что ты сказал, что не надо. Николай сказал, не надо добавлять. Николай, на этом вопросы-ответы у нас закончились, и я поблагодарю Николая. Спасибо.